И снова все welcome, это снова я. На этот раз речь у нас пойдет о том, как сэкономить в Японии студенту, либо если вы только приехали, вам это очень пригодится. Начнем с продуктов. Значит, и я рекомендую покупать по первости в магазинах вот типа такого. В переводе это значит саке и гемо супа по-японски, а в переводе это означает, значит, ну, рабочий магазин. Мы его называем простонародье зеленый, или некоторые его называют китайский, хотя китайского здесь не особо много. В общем, фишка в том, что таких магазинов полно по Японии. Вы можете пробить их название в Google Maps и найти очень много рядом со своим домом. Конечно, все зависит от территории, где он находится. Есть магазины и большие в здании, такие находятся на первом, на втором этаже, например. Есть магазины большие, вот типа такого, ну, чуть побольше даже есть, двухэтажные. Они очень дешевые. Вот если вы нашли такой магазин недалеко от своего дома, или даже если он у вас около школы, ну, кстати, около Шинджику есть несколько таких, там в центре города тоже встречаются. Поэтому рекомендую вам покупать именно тут продукты питания. Ну, начнем с того, что здесь продается. Вот, можете начать с рамена, да, чтобы вообще не запариться. Вот это удон, например, в данном случае, это вермишель. За 90 йен, да, грубо говоря, даже дешевле, чем в 100 йене здесь все продается. Поэтому, если вы нашли 100 йене, это еще не значит, что он самый дешевый. Здесь есть продукты, которые даже дешевле, чем в 100 йене стоят. Вот, например, дайкон, видите, да, одна штука 73 йена. Это очень дешево. В 100 йене все по 100 йене, а здесь дешевле бывают вещи. Вот, например, картошка. Допустим, вы приехали из России, например, или из Европы, и вы привыкли к еде, там, картофельной, например, что у вас на гарнире картошка была. Пожалуйста, вот здесь картошка, вот, 116 йен за вот такой мешок. Вот мешок. Ну, я не знаю, может, полкило здесь или еще что-то. Но это явно дешевле, чем если вы будете покупать где-нибудь там 100 йенек или еще где-то. То есть картошка здесь реально дешевле. Ну, также овощи, фрукты, вот, смотрите сами. Цены. То есть я вам покажу просто немного. Лук. Ну, лук можете брать не такой большой. Вот здесь есть поменьше лука. 130 йен. 138. То есть вот тоже, пожалуйста. Если вы любите сами готовить, то есть это вообще идеально, вот, типа, таких магазинчиков. Даже в городе есть магазины, где в зданиях они встроены, и там будут у вас овощи, фрукты некоторых продаваться. Ну, не везде, я еще раз повторюсь, это зависит от магазина. Также вот томаты. Ну, сейчас томат не сезон, поэтому дорогой. 400 йен. Вот чеснок 100 йен. Тут вот мандарины, апельсины, яблоки. Яблоки, там, капуста. Сами видите. Так, ну вот, допустим, рацион студента. Вы можете взять картошки, там, лучок. Взять яблок, например. Дальше заходите в магазин. Грибочки. Вот, например, пожарить картошку вот с грибочками. С такими вообще идеально. Как опята идут прям вообще хорошо. Маленькие. 105 йен тоже вот за одну упаковку. Ну, я не знаю, сколько здесь грамм. Таких две упаковки вам вполне хватит вообще на эту. Дальше вот здесь лучок есть тоже. Или вот такие грибочки. Можете зажарить. Вообще классно пойдут. Значит, грибочки. Вот здесь молочко, соки. Соки вот по 95 йен за упаковку. Дешево взять. Йогурт некоторые берут. Очень тоже питательный на завтрак. Берете йогурт и какие-нибудь фрукты к нему. Можете взять вот такой йогурт. Он чуть подороже, 130 йен. А можете взять вот подешевле такой вот йогурт за 96. К нему добавляйте фрукты и идеальный завтрак. Больше ничего не надо. Легкий такой прям. Масло. Здесь, кстати, один из немногих магазинов, где продается реально хорошее масло. Вот это из Хоккайдо масло идет. Берите вот с такими вот. Unsalted butter. Потому что бывает частенько в Японии продают соленое масло. Это не очень хорошо. К некоторым. К выпечке, например, оно вообще не подходит такое соленое. Обычное вот масло. Не соленое. Самое то. Ну, стоит, конечно, дорого. 500 йен почти. Это в самом дешевом, считай, магазине. А если вы берете где-нибудь в другом магазине, в супермаркете, там будет еще меньше его, еще дороже. Дальше. Что еще? Можете сосиски пожарить. Вот один из самых популярных видов, ну, то есть, вернее, этих брендов, да. Я понял, вот такой вот. Meister. Grandsmilted BG Meister. Или Meister, я не знаю, тут как там по-немецки, наверное, читается. Вот 496 йен, пожалуйста. Либо, если вы любите там сэндвичи, еще что-нибудь, какие-нибудь такие вещи, бутербродики. Вот типа такой вот можете взять. Ветчины. Ну, это как по-нашему, ветчина называется. Или вот бекон вот такой вот взять кусок. То есть, 500 йен, 700 йен. Вот. Это для завтрака, к примеру. Дальше. На ужин или на обед, если вы там жарить собираетесь, тут у них только такого масла, плана канола. Другого подсолнечного я не находил. Бывает иногда в упорных магазинах, но стоит дорого. То есть, вот канола масла 270 йен, а не 260 йен оно стоит. Поэтому берете канола масла и к нему, сейчас покажу, что. Вот идете сюда, в отдел заморозки. Вот, 2 килограмма куриные ножки без костей стоит 700 йен. То есть, размораживаете, например, половину. Маринуете там, в чем вам хочется, там майонезе или в чем там в вине, там их солью, специями какими-то посыпаете. И жарите вот на том масле, либо вообще можете с майонезом, можете вообще масло туда не класть. Ну и вот специи, соответственно, вот вам очень удобно. Здесь разный вот базилик. Ну, конечно же, все надо читать. Это так просто не... Если вы не хотите читать и разбираться в этих всех специях, можете взять вон те сосиски. Тоже классная вещь. Дешевые и впитательные. Из натурального мяса. Там свинина и курица, по-моему. Сейчас точно не помню. Вот такие сосиски. Вот, килограмм 750 йен. Но они реально вкусные. Да, тут свинина и курица. Тут хорошая вещь. Либо, как вариант, вот такие вот менчикацут они называются. Это по-нашему как котлеты обычные. Вот, 10 штук. 80-граммовых котлет 250 йен. Вот такая упаковка. Вам на неделю хватит. Пожалуйста, берете. И вперед. Хлебушек здесь вот 72 йены. Очень дешево. Хлеб вообще шикарный. Мне нравится. Но для сэндвича он вообще подходит идеально. Он мягкий такой. Если вы хотите, то есть также, ну, что-нибудь сделать попроще. Вот, можете для сэндвича взять вот этот хлеб и там вот показывал до этого колбаса и все. С сыром там что-нибудь такое сделать. По поводу специй, если вы не хотите заморачиваться со специями. Вот есть такие специи. World of Seasoning называется. Тут разные. Есть вот лимон там, да. Есть вот итальянская, френч микс там какой-нибудь, да. И было еще вот американские. Здесь вот что-то сейчас не видно. Вот красненький такой. Вот он красным для мяса самое то подходит. Эти для овощей там, для чего-нибудь такого рыбы хорошо подходят. Поэтому вот тоже вам. И если вы там, например, не любите картошку, гарнир, вот, пожалуйста, макарошки. Точнее, эти спагетти, да, или тут паста некоторых называют. 96 йен, 93 йены. Там берете самые дешевые, вообще не запаривайтесь. Не надо вам там дорогие брать. Берете макарошки, берете там сосисок, сварили или пожарили их, то есть тоже сварили. Все, пожалуйста, вот готова там еда. Для студентов, в принципе, я считаю, нормально. Ну, если кто-то заморачивается, может там себе и супчик сварить. Карри, ну, это на любителей, это уже там, кто хочет, сам купит. Пожалуйста, вот 135 йен, можете взять себе карри. Его хватает тоже на неделю. Там 4 упаковки внутри вот так вот разделено. То есть там берете 1 квадрат, то есть или 2 квадрата, там зависит из того, с какой объем у вас там в кастрюле. И его варится там, ну, добавляется он в мясо там с овощами. Делается такой вот хороший этот, как типа гулеша получается, немного остренький. Также, что здесь еще? Консервы. Консервы тоже, это для тех, кто не особо заморачивается, например, приготовлением мяса. Берете себе консервы, вот берете, например, упаковку таких консервов, вот, пожалуйста, вот с тунцом, тоже неплохие. 4 консервы, 270 йен. Можете взять вот одну консерву, вот за 100-150 йен там. Ну, также разные соленья, это уже там так на усмотрение на ваше. В целом, для чая здесь также еще, вот, я сейчас покажу. Вот чай здесь, я тоже сейчас чаю здесь беру частенько. Вот неплохой Earl Grey. Рекомендую тоже. Есть большие вот такие, Цилонский, его еще чаю, здесь большие упаковки, их уже раскупили. Ну, вот, Earl Grey, 300 йен, этих самых, 50 пакетиков там. Его хватает на месяц мне буквально. То есть, я не особо так частенько пью в день чаем, поэтому раз-два раза там в день хватает и нормально, то есть. И также к нему, например, сахарок или еще что-нибудь. Сейчас посмотрим. А вот здесь вот сахар, вот этот сахар у них. Вот так выглядит. Вот такие канджи, примерно, вот смотрите сами, потом найдете. Это сахар 178 йен стоит. Соль, сейчас покажу соль. То мало ли, вдруг вы будете искать тут соль, купите вместо нее этот самый усилитель вкуса, как я это сделал, во-первых, если только приехал в Японию. Что-то попутал, купил усилитель вкуса вместо соли. Вот тут стоит соль. Вот она. Вот такие вот у них, что-то тут отваливается. Ничего страшного. 104 йены, вот, килограмм соли. Берете? Ну, можете вот такой взять вообще за 56 йен. Она немного покрупнее, такая пожестче. Это прям такая рассыпчатая. То есть, вам этого хватит, ну, надолго, поверьте мне. То есть, ну, конечно, из пакета неудобно сыпать. Лучше взять себе какой-нибудь этот... Есть такие квадратные, продаются там. Открываешь. Ну, как соль, соль такая в квадратных продается. Открываешь их, высыпаешь чуть-чуть так себе. Сколько тебе нужно. Очень удобно. Либо вот, как вариант, вот такой вот взять. Ну, такие вот всякие есть. Крутилки там. Еще что-нибудь. Тоже очень полезно в них покупать. Так. Ну, все, в принципе, я считаю. Для этих самых, для тех, кто... Ну, вот, если еще вы любите макарон или рамен, вот такие вот спагетти, да. Можете взять одну упаковку такую за 5 штук. Там за 199,880. То есть, за 199,880, говорят, да. И здесь 5 штук. Например, туда добавить еще мясо, добавить сосиски, там колбасу, еще что-нибудь можете добавить. И сварить это. То есть, как у них типа мини-супа. Тоже очень удобно. Некоторые люди так делают. Рыба. Ну, это уже тут сами смотрите, там рыба всякая. То есть, котлеты. Это вот соусы, так скажем, тоже к этому спагетти. Тоже очень хорошо по первости, если вы, например, только начинаете там сами себе готовить, чтобы не заморачиваться с соусом. Сделать пасту все хорошо. Прямо вот берете здесь, покупаете вот такой вот, например, соус. Берете там спагетти, варите, потом это все на сковородку, спагетти, добавляете этот соус. Чуть-чуть там их помешали. Все, пожалуйста, можно кушать. Соус стоит тоже недорого. Очень удобно. Для студента самое то. Ну, или для работника, который вот только приехал, у него мало еще денег, скажем так. Это очень пригодится. Также яйца там. Яйца стоят здесь 164 йены. Что там? Да, это вот. Это вот эти яйца 164 йены. А вот верхние там 105 йен стоит 6 штук. То есть, яйца тоже можете здесь покупать. Очень удобно. Ну, либо, если вы любитель риса, пожалуйста, вот берете здесь 10 килограмм сразу. Это намного выгоднее, чем брать по мелочи. Там какие-то по 5, по 2 килограмма. 10 килограмм цены. Вот, пожалуйста, смотрите. Там 3500, 3600, 1500. Там полторы это за 5 килограмм. А за 10, 3500 или 300, 300, 300, 300, 300, 300. Вот там есть разные видов до хрена. И разные префектуры с разных мест привозят. Вкус, я вам скажу, разный. Поэтому пробуйте сами. Какое вам понравится, больше выбирайте. И также, что еще здесь? Ну, из алкоголя. Из алкоголя, пожалуйста. Ну, если вы любитель крепких напитков, здесь есть вот, пожалуйста, Чивос. Недорого. 2600 йен. Это на рублей полу, 1300 рублей. Ну, грубо говоря, по текущему курсу. Чивос хороший. Тоже можете взять себе там и что-нибудь попроще. Например, какой-нибудь, вон, Джим Бим там, да, за 1500 йен, там, ну, 700 рублей. Ну, и также вот пивко. Пивко здесь тоже есть. Если вы там, стресс у вас постоянный, там, как это называется, culture shock, он тут называется, да, там. Можете взять себе пивко там на вечер. Вот. Одна баночка стоит 264 йен. Это самый дорогой напиток в Японии, это пиво. Вино или там виски стоит дешевле, чем пиво, я вам так скажу. Ну, и со соотношение взять вот с Россией, не сравнить, конечно. Вот эти напитки не являются пивом, поэтому не нужно путать и говорить, что, а, вот это пиво я там попробовал. Это не пиво. Это пивной напиток. Здесь всего там, сколько там, по-моему, процентов 30 или 50 этого натурального пива может быть. А может и не быть, может просто быть вкус пива, а на самом деле там просто с алкоголем он смешан. И все. То есть, вот. Такого плана оно дешевое, видите, 160 йен. То есть, пиво в Японии начинается от 200 йен. То есть, вот 200 йен и выше это вот пиво. Все, что ниже, вот они, пожалуйста. Такие вот банки, там какой-нибудь, да, это вот нодугоши. Да, вот нодугоши. И вот разного рода. Это вот цены за блок идут, за 6 банок. 830 йен там, 900 йен там, 970, пожалуйста. Или же, если вы любитель коктейльчиков, вот, пожалуйста, Стронги. Самый популярный среди вот европейцев, русских в том числе. 9% алкоголя, чистый коктейль со вкусом там сока какого-нибудь. Башка не болит, ничего. То есть, никакая не бормотуха, очень даже хорошее качество коктейлей. Есть, если вы не любите Стронги сильные, есть полегче коктейли. Вот, к примеру, есть клубничный, там что-нибудь там сколько, 3% алкоголя. Даже есть какие-нибудь вот такие вот с вишней, точнее, со сливой с японской, там, вот, к примеру, вот такие вот, да, уменьши. 10% сока там с виноградом, там, еще с чем-то там, с персиком. Вот, пожалуйста, цены, вот видите, да, 105 там йен, там 118 йен и так далее. Есть хороший вот Кащи Сорейндж, в Японии очень популярный. Коктейль 3% алкоголь, достаточно такой вкусный, сладкий. Тоже можете взять. То есть, это, что касается алкоголя, в этом магазине он в том числе продается. Ну, и японское саке, я думаю, здесь это уже вы сами там будете смотреть, что вам лучше. Вино также имеется, поэтому вино тоже продают здесь. В принципе, скоро Новый год, поэтому здесь больше ассортимента появилось. Я не знаю сейчас, что было раньше, что завезли, но прибавилось, я вам так скажу. В целом, вот такой магазин. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте в комментариях. А также не забывайте делиться этим видео с друзьями. А с вами был Дэн. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мы с вами увидимся в следующих видео. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok